Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот вчера я делала прополку в теплице и сразу сказала, что вот эту сочную свежую траву я, конечно, использую для травяной подкормки, для своих томатов. У нас травы в огороде еще нет нигде, и вот только в теплице она выросла такая буйная, сочная, потому что там много перегноя, там удобрено, там влага, там тепло, и она прям сплошным ковром. Я вот набрала, буду делать сейчас и расскажу вам все-все подробно, потому что это очень хорошая подкормка. Ведь многие мы вот когда делаем прополку, сорняков иногда бывает очень много, и приносит ветер, и одуванчики, и все. И мы иногда даже не задумываемся, что вот эту траву вместо того, чтобы куда-то выбросить, положить, иногда некоторые вообще сжигают, можно ее использовать. Вот эта лишняя вся зелень очень может быть ценным удобрением, но это я говорю только для начинающих, потому что все опытные огородники давно знают, что это хорошее удобрение, давно его готовят. Рецептов очень много. Сегодня я буду делать классический, простой, самый простой рецепт. Начнете с простого, потом, может быть, будете усложнять, делать комплексные. Многие задумываются, любую ли траву можно использовать вот в качестве такой подкормки. Но сейчас у меня вот здесь в основном мокрица, коровяк и одуванчик там один. Вообще трава идет вся, и клевер, и одуванчик, и даже молочай, любую вот свежескошенную или выпалутую траву можно использовать. Их можно все сочетать вместе. Единственное, что не надо увлекаться чистотелом, его можно применять, но когда много чистотела, это может немного как... Ну, неправильно, не надо много чистотела, это все-таки такое растение ядовитое. Ну, и вот все эти растения очень хороши. Но королевой вот этих зеленых подкормов считается крапива. Если есть крапива, никуда не выбрасывайте крапиву обязательно на зеленые подкормки. Она очень хорошо стимулирует вот рост наших овощей. И вообще, вот достоинства этих зеленых удобрений, вот кто их применяет, уже давно на себе поняли, что это очень удобно. Во-первых, это бесплатно, доступно всем. Буквально у нас под ногами находится вот такое прекрасное удобрение для растений. Вот на любом огороде летом очень много можно и лет, и в огороде, и за огородом, где-то за территорией своего участка можно набрать траву и быстренько приготовить. Ну, не быстренько, но, по крайней мере, не очень трудоемко. Ждать его, конечно, долго, но готовить очень легко. Во-первых, вам не надо утилизировать будет эту сорную траву, она вся у вас пойдет в ход. Большую бочку поставите на участок. Обычно готовят в больших бочках. Почему я готовлю сейчас в ведре? Потому что травы очень мало. Я еще раз говорю, у нас в огороде нет вообще травы, вот это только в теплице наросло. Она как навес золота у меня. Еще с достоинством считается эффективность. Если вы правильно приготовите, все эти вот жидкие травяные настои очень хорошо усваиваются растениями, не заставляют долго ждать результатов. Ну и, конечно, то, что не нужно, если вы находитесь на дачном участке, нет под рукой магазинов, то, что не нужно никуда ехать, все под рукой, все это. Сейчас будем готовить, и я вам расскажу, как готовить. Я уже говорила, что обычно готовят в бочках и лежит в основе процесс брожения. Просто в бочку накладывают травы, добавляют воды, и под действием температуры в течение какого-то времени, 10-14 дней происходит брожение, и получается у нас вот такая вот подкормка. Я сейчас делаю в ведре, вот две трети ведра, я наклала туда травы. Я смыла, конечно, с нее землю и грязь, потому что она была очень в грязи. Вот я чистую траву хочу использовать. Потом я заливаю просто водой комнатной температуры. Но заливаю с таким учетом, чтобы вода была не до самого края, а сантиметров, вот я даже много налила, сантиметров 10 нужно оставлять от края, потому что тут будет она вспучиваться, бродить. Но если будет много, я потом уберу немножко. Посуду лучше брать все-таки пластмассовую, потому что металлические все эти ведра, они могут окисляться, и вот этот состав нашей подкормки может измениться. Ускорить брожение можно, добавляют туда всякие добавки. Я вот сейчас, чтобы ускорить брожение, добавлю небольшой вот такой старый кусочек хлеба, и он будет как катализатором брожения. Сейчас там дрожжи, которые есть в хлебе, и они размокнут, и будет бродить. Я... Можно закрыть ведро крышкой, можно заклеить пленкой. Я просто натягиваю пакет, который прям вплотную хорошо подходит к этому ведру. Так. И делаю здесь несколько таких отверстий для выхода газа. Я свое ведро поставлю в теплицу, потому что там самое теплое место. Ну, можно поставить хоть где. Можно поставить на улице, на солнышке лучше. Конечно, чем киплее, тем быстрее происходит брожение. Накрыли, поставили на солнечное место. Примерно через 7-10 дней. А, про начало скажу. Сначала она будет вспучиваться и подниматься. Ее надо регулярно, хотя бы один раз в два дня, вот все это перемешивать, опять ее туда опускать, в воду, эту траву. И вот так она будет пениться, подниматься. И через 10 дней примерно, ну, 10-12 дней, смотря какая будет температура, все успокоится, прекратится вот и пенообразование. И тогда вы будете, вы сразу поймете, что настойка готова, вот это вот наше удобрение. Как только прекратится брожение, все. Вот это самый простой, классический метод приготовления травяной настойки. Это чистая трава, безо всего. Но опытные огородники добавляют туда и древесную золу. Получается уже тогда комплексное удобрение. Там уже будет у вас фосфор, калий, считается это комплексным. Один стакан на ведро настоя золы добавляют и куриный помед. Вот про хлебные корки я говорила, но добавляют еще и дрожжи. Но эти добавки обычно делают, когда уже в больших объемах, у меня сейчас там совсем мало, я вот добавила немножко корочек и все. Добавляют костную муку, для того, чтобы опять же сделать удобрение комплексным. Тогда уже у нас будет, когда вы будете поливать, будет и фосфор, и азот, все получать растение. Как только вот это вот все у нас сбродит, я потом, конечно, покажу, я вот это все перемешаю, и один литр, обязательно разбавлять нужно, один литр я буду разводить на ведро воды, на ведро чистой воды, литр вот этого удобрения. Подходит для удобрения любых культур. Но я вот сейчас нацелена, направлена именно на удобрения томатов, которые я высадила в теплицу. Они уже там взрослые, им уже нужна подкормка. Так как магазинные, не хочу применять удобрения, буду делать вот такое удобрение. Первый раз сделаю чистую, вот такую классическую подкормку, потом, может быть, добавлю в следующий раз или золы, или костной муки. Я там посмотрю по состоянию растений. Ну вот так я готовлю травяную настойку. Ее называют всякая подкормка, настойка. Если у вас появится трава, если вы не хотите, вернее, если вы хотите вырастить чистые, экологически чистые овощи, чаще всего нужно использовать вот такую. Люди чередуют травяные настои с минеральными подкормками. Получается прекрасный результат. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Готовлю травяную подкормку для томатов в теплице.